Дмитрий Елдышев Спасибо за ответы, слава и размышления А что если сравнить живопись не с едой, кашей какой-нибудь, а с мытью посуды Когда груда большая, не хочется подходить, а потом разгребаешь От большого к меньшему, или у кого какая техника и вспомогательные материалы Ну посудомоечную надо купить, Дмитрий Загрузил туда таблеточку и очень хорошо, бокалы отмывает, бокалы Нет, ну а что мы, а секс мы с чем будем сравнивать? С копкой картошки на огороде что ли? То есть это тяжелая работа такая Фу, наконец закончилась Ну нет, ну живопись близка по сравнению с чем-то таким Ну как музыка, например Причем сочинение или импровизация А копать огород в жару одному гектар Ну конечно, это неудачное сравнение То есть это тяжело, но делать надо Живопись не из этой области Мне кажется, если не хочется писать, лучше не подходить к Мольберту А подходить тогда, когда тебя разрывает, когда ты не можешь не писать То есть из тебя льется поток какой-то вот свежести, красоты Мойка посуды, горы Все-таки, наверное, это не очень творческое занятие А вот сочинение каши той же Или какого-то нового блюда Это прям из области такой креативности Спасибо вам большое за вопрос Дмитрий Елдышев Ойли 909, ник такой Расскажите, пожалуйста, про смешивание красок Я прочитал, что нежелательно смешивать прозрачные краски Для лессировок типа кроплака с плотными Не лессировочными Белила, например, плотные, да? Титановые И что ж теперь? И кроплак не добавить Это утверждение верно? Да нет, мне кажется, неверно Но я пишу в технике а-ля прима сразу в холст Иногда легко касаясь И иногда сильно надавливая краской на холст Но в любом случае я за то, чтобы делать эксперименты Не надо никого спрашивать, что смешивать, что не смешивать Чем больше красок на палитре Тем больше поле для вариантов Для интуитивного смешения Что происходит, когда мы смешиваем краски? Мы сравнили кусочек Посмотрели, бум, сюда Сравнили, а, запомнили И мы ищем вот этот тон в сравнении с увиденным И на палитре, кстати, хорошо белый лист палитры Вот у меня пластик белый наклеен на деревянную поверхность И краски на белом пластике замешиваются Потому что удобно в замес видеть по отношению к белому А не по отношению к чему-то вообще там условно Так вот, мы делаем замес, интуитивно подбирая сочетания Я не могу размышлять в этот момент Можно краску смешивать Лисировочно она или не лисировочно Мне цвет нужен Поскольку я пишу увесисто иногда То какая мне разница Мне цвет нужно добиться цвета И если он не получается Вот здесь нужно много раз замешивать Перемешивать, переделывать этот замес Чтобы он получился Короче говоря, ойли, я могу ошибаться от 909 Но цвет для меня в приоритете И здесь я предлагаю вам экспериментировать Вот как угодно Лишь бы добиваться цвета Цвет решит все В конце концов, можно прочищать это Счищать мастихином, это тоже цвет Когда вы счистили краску И он может работать сильнее, чем прописанный Много раз прописанный, потом счищенный и работает Так что все приемы хороши в этом смысле Анна Пастух Здравствуйте, расскажите, пожалуйста Поподробнее о различии между строгановским рисунком и суриковским В чем принцип конструктивного рисования Ну, все очень просто, Анна Но Суриковский институт Это такой светотеневой рисунок Где есть падающие тени Ну вот стоит, например, эта штучечка Вы видите, как от нее падают тени На ней есть различные плоскости И в рисунке все это с штриховочкой показывается Такая материальность формы С точки зрения распределения света В строгановском игнорируются падающие тени Они могут быть прорисованы Но это не обязательно Они имеют какой-то, может быть, намек Но это не главное Там то, что впереди Вот это, например, перелом формы Важнее И он делается более активно Не плоскости ты прорисовываешь Как они вот серенькие Поменьше серенькие, побольше серенькие А конструкцию вот этой вот штуки И человек рассматривается Как конструкцию из простых объемов Которые каким-то образом Друг с другом соединены Таким образом Конструктивный рисунок Учит тебя больше чувствовать пространство Как скульптор Объемнее Игнорируя всю эту красоту теней И полутеней В этом смысле свет Фешинг говорил Свет может измениться Он абсолютно не важен И нам никогда не ставили Преподаватели в Строгановке Даже кривили губы Когда мы просили осветить Какими-то лампочками Модели Все такое Вот свет может измениться В любой момент И вы должны рисовать форму Они нам все время подчеркивали О необходимости конструкции Жесткой конструкции формы В пространстве Я замечаю, что традиция Строгановского рисунка Сохраняется до всего времени Это очень приятно И я к нему испытываю Огромное уважение И вот такую прям Преданность И благодарность Что я выбрал именно эту школу Хотя я жалел, что В живописном плане Строгановка Мне ничего не давала Но понимаете Это среда В которой ты находишься С коллегами Со студентами И каждый в этом положении И каждый ищет Мы учились друг у друга И у великого искусства Это Коровин Врубль Репин И так далее Вот наши учителя Это постоянные походы В Третьяковку В Пушкинский В Русский музей Вот это наша школа Спасибо за вопрос Друзья, вы подписывайтесь на канал Если не подписались Ставьте лайки Я нуждаюсь в поддержке В развитии канала У нас скоро будет Десять тысяч подписчиков Надеюсь, что Может быть мы успеем До нового года Это сделать Тогда я Обещаю Что-нибудь такое Эдакое Выкинуть Может быть На природе На зимние Там пописать Я подумаю Давайте уже совместно Сделаем усилие Чтобы перевалить Этот десятитысячный рубеж Подписчиков Не так много, конечно Но как есть Акция продолжается В школе Все уроки С двадцати процентной скидкой До боя курантов Тридцать первого числа Так что заходите Покупайте уроки Первый и тринадцатый Кто не видел Обязательно Рекомендую А дальше на выбор Ну спасибо вам За поддержку Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...